нашим и продолжает программа леона вайнштейна голос здравого смысла здравствуйте ли он добрый день ну что как как у классика что делать и кто виноват но мы опустим первую часть этого вопроса что делать потому что это наверное послужит поводом для одной может быть ни одной передачи а вот что касается кто виноват вот в под я имею ввиду то что происходит сейчас вот об этом следовало поговорить да конечно потому что на самом деле не все так просто ну давайте давайте начнем более не издалека из древних веков конечно из нашего таскать нашего совсем совсем недавнего исторического прошлого за год до выборов в соединенные штаты америки в двадцатом году стало известно что украина то есть украинской то ли следствие то ли разведка то ли таскать кто-то еще обладает достаточно хорошей подборкой материалов связанных с тем что семьи выдающихся демократов а с помощью детей и через детей делали вместе с украинским правительством с украинскими олигархами и тому подобное то есть просачивали сведения потому что члены рады украинской говорили об этом рассказывали рассказывали о том что это сказать они сами видели какие-то документы и если ты скажешь называется поверить то что все это все это правда а мне честно говоря верится легко в это да то скажем байден младший а с ним вся семья байденов пасынок керри то есть кейнс сын его жены и семья пилоси нэнси пилоси через сына там и каких-то еще членов этой семьи достаточно серьезно наживились на наживались на том что они либо крышевали либо помогали либо там что-то пробивали для украинских достаточно достаточно скоррумпированных и скомпрометированных олигархов и вот когда значит у нас скажем наше правительство наш белый дом затребовал в украине эти документы то нам было отвечено президентом зеленским а что они не будут вмешиваться выборы в соединенных штатах америки и таким образом значит вот они останутся в стороне то есть никто не просил украину обманывать никто не просил подметные материалы делать как это делала скажем компания клинтон на трампа да там искать с русскими вместе с кгб там фсб когда делали самые знаменитые знаменитые досье а просто просили показать эти документы и доказать американской общественности либо байден и иже с ними они воры коррумпированные обманщики там подонки дряни там и т.д. и т.п. либо они оболганные чистые души то есть покажи правду украина на несколько таких просьб в том числе и на полетал туда значит бывший мэр нью-йорка джулиани на несколько таких запросов отвечала что нет они ничего показывают не будут то есть они не отрицали что у них есть они просто говорили что ничего показывают нибудь значит одновременно с этим украинское правительство вместе с их так называемыми элитами стала пропагандировать байден наш большой друг трамп предатель и он таскать за россию и он нас даст и вот если дать ему возможность еще один срок выбраться то и прочее прочее то есть украина стала мало того что вот она проделала то что я сказал уже то есть она не предоставила материалы которым уже обладала но она еще и подняла через свои так сказать официальные неофициальные там не знаю так сказать сети средства массовой информации и тому подобное подняла большую волну с тем чтобы уговорить всех русскоговорящих людей украинскоговорящих людей тем чтобы они голосовали за байдена а не за трампа вот а иными словами вмешавшись в внутренние дела соединенных штатов америки они серьезно повлияли на то что они получили а президента байдена а не президента трампа все мы от этого пострадали но ты сказать я к тому что какой в чем виновата и сама украина далее начало происходить следующее а у байдена а одна из главных идей его его администрации это перевод насильственный перевод америки на а так называемую зеленую энергетику не имея еще этой зеленой энергетики они решили что они а остановят всеми силами производства американской нефти газа угля и тому подобное даже так сказать за счет того что это уголь и таскать и нефть нужны и мы будем закупать 100 других но это чрезвычайно удорожит нефть а газ нефть там т.д. и т.п. и приблизит их задачи потому что если нефть очень дорогая бензина очень дорогой то так сказать люди более благословно относятся чтобы переходить на какие-то другие пока еще не разработанные но другие способы обеспечения энергии нашей жизни а как вы понимаете энергетика это произвела свое время революцию и вот то что скажем в нашем доме на нашей кухне на нашем производстве и т.д. было сто лет тому назад в данный момент ничего уже этого не то есть все другое потому что вот мы нашли так сказать способ перерабатывать энергию там во всякие другие поступательные там или вращательные какие-то еще движения а пойдя на то что у плана вот такого вмешательства в экономику всегда есть какие-то как американцы говорят on for sin consequences то есть непредвиденные последствия одним из непредвиденных последствий у байдена и его администрации было то что россия смогла за короткий период времени удвоить стоимость нефти на рынке и получать прибыли а приблизительно в четыре раза больше чем раньше почему удвоилась нефть а прибыли в четыре раза больше чем раньше потому что расходы остались те же самые а доходы удвоились и вот это привело к тому что значит у россии собрался огромный то что называется вор чест то есть огромный запас деле который позволит им действовать даже в том случае если на них будут серьезные санкции там и и запретят продажу нефти там газу ближайшее какое-то время это вторая вещь третье лишь два было тому назад европейский союз преследует те же самые идиотские цели которые преследовал здесь байден объявили что те кто использует уголь а у них огромное количество угля использовалось для производства электричества а будут подвергаться большим очень штрафом то есть идеи до переходите на что-то другое на что другое было посоветовано людям пригодит на натуральный газ естественно все это было проплачено россии естественно люди которые кричали таскать там мы за зеленое мы против угля мы за газ они спрос просто таскать либо шантажированы были либо работали на россию и значит было пока после того было был принято это распоряжение закон я не знаю какой огромное количество электростанций в европе начала срочно переводить значит свои включалки с угля на газ что в общем достаточно несложно сделать они это сделали и планомерно начали запускаться все новые 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 электростанции и и и и кушать газ так вот газа этого стало не хватать стало не хватать приблизительно пяти процентов того что необходимо было для рынков европы в основном это германия страны цискать более северные там и тому подобное но приблизительно вот пять процентов нехватки привело к тому что значит друг с другом начали сражаться покупатели и назначает искать все предлагать все больше и больше и больше и цены пока наконец с трехсот долларов за одну тысячу кубических метров газа россия начала получать две тысячи потом правда так сказать панику леглась и они стали получать где-то тысячи тысячи пятьсот то есть практически в пять раз больше а они получали за свой газ чем раньше опять они приблизительно одни и те же расходы но упитерились доходы значит то скажем там в 10-15 раз они стали получать прибыли больше чем получали ранее вот это все и то и другое позволило россиянам а вот а также лихорадочная продажа огромного количества вооружения которое они выпускали новое причем они значит нового вооружения вместо того чтобы вооружать свою армию они так сказать продавали за границу вот все эти три источника дохода эти три основных источника дохода в российской федерации они привели к тому что у россии появилась столь 500 то ли 600 миллиардов это по мы не могу проверять такие вещи это просто было в двух источниках которым я так сказать более-менее доверяем а уолл-стрит например об этом написал и дейли а значит то есть две вещи которые позволили путину во первых накопить огромное количество денег а в авто так сказать начать платить наемник наемникам и т.д. и т.п. но самое главное что путин посадив а европу и америку на свою нефть и газ а америку посадил следующим образом а мы отказались от венесуевской нефти когда значит там произошли все эти события с захватом практически всей экономики социалистическим правительством называйте их коммунисты фашисты кто угодно социалисты а мы отказались от венесуевской нефти она имеет какие-то особые там качества тяжесть определенную там и тому подобное а на эту нефть было заточено довольно много обрабатывающих а предприятий а у россии есть такая же практически то есть очень похожая нефть как венесуэле поэтому значит быстро было перекинуты закупки были перекинуты на с венесуэлы на россию но при том что одновременно мы выпускали очень много нефти и газа и мы больше продавали чем покупали что мы держали мировые цены где-то в районе там 30 36 37 39 максимум долларов за за баррель легкой нефти что трансформировалось приблизительно в этом 3 доллара 2 50 в калифорнии думаю что еще меньше по стране стоимости бензина вот значит перестав экспортировать энергоносители нам закрыли нефть и газ товарищ байден а здесь председатель как ты его называешь а у путина организовалась момент при котором с одной стороны европа и америка сидят на на крючке и не могут с его слезть с другой стороны у него накопилось огромное количество денег а с 3 у нас оказался очень неэффективный президент из белый дом президент может какой угодно но так сказать правительство если даже президентом ушел в глубокую кому все должно оно так теоретически построено что должно прекрасно слаженно работать как у хорошего дирижера оркестр после там 100 выступлений он может сложить палочки они будут играть сами без без практи почти также без без дирижера да вот значит оказалось что не не только байден но и вся команда которую они набрали они люди непрофессиональные они трусы они как всякие бюрократы они боятся принять решение и а у значит любого нашего врага в данном случае у путина а это враги так сказать россия это 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 враг без сомнения совершенно не противник не это самое враг режим не россия страна режим вот вот создалась уникальная ситуация при которой он знает что европа америка не дернулся он знает что президент не имеет яиц он знает что руководство спокойно сдала сдал в афганистане а всех наших людей которые нам помогали которые мы обещали которым-то которым все то есть легко убегаются лишь бы так сказать не принимать решение никаких не делать действий и доверное в кремле решили что лучше момента чем напасть на украину у них нет значит у меня есть всякие еще теории о том как американцы сдавали украину и на чем договаривались путином чтобы оторвать его от китая там то все но в любом случае путин решил что он получил карт-бланш как минимум на то чтобы де-факто отрезать украины донбасс крым объявить их там российскими или союзными или что угодно и потом прессинговать украину для того чтобы они исполняли так называемые минские соглашения которые на которые украина пошла потому что стояла на коленях и пистолет был приставлен к лбу а потом когда немножко это сказать правило сказала ребята мы же не сумасшедшие гробить самих себя но значит америка хотела заставить россию исполнять эти соглашения у них были какие-то договоренности между белым домом и кремлем а но как мы увидели россия решила что под сурдинку они не просто вот возьмут донбасс и крым объявят российской территории и сделают проход там не знаю там что ли там еще хотели делать они под сурдинку за два-три дня быстренько захватят всю украину де-факто захватили показывают по телевизору счастливых украинок в цветных платках и венках кидающего цветы кидающих цветы на танки в конящее таскать российские все счастливы в салюты ну и мир успокаивается верит но если украина то границы так хотели что путин пришел туда и бог им здоровья братские народы вы живут вместе мы же называется путин выиграл со всех сторон вот на что от того что он выиграл со всех сторон сегодня мы уже можем сказать что он проиграл со всех сторон но это не тема нашего как бы сегодняшнего таскать разговора вот я приблизительно очертил кто виноват или кто принял участие активное в том чтобы развязалась война сегодня между россией нападающей стороной и украиной защищающейся сегодня говорили на эту дему я сказал сказал что я послушал немного выступление президента и он там опять говорил про санкции 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 я как бы как мне кажется ну хорошо это наказание допустим наказание за то что вот не по плану все пошло как бы договаривались об одном договорняк договорняк был о том как он как нам объяснил байден на немножко чтобы постреляли немножко зашли немножко взяли без гражданских потерь а по факту вышло по-другому взять байден вынужден наказывать вот и вот в качестве наказания они вводят эти санкции я задаюсь вопросом как эти санкции могут помочь людям которые сегодня гибнут думаю что никак будет очень странно если из-за введения санкции отказа от российской нефти или что-то еще вдруг кремль откажется от наступления выведет танки и перестали стрелять и тому подобное для чего это может помочь и сделать это экономическое разрушение российской федерации которые так видно уже не вооруженным глазом я просто не представляющие какие еще гамбиты может проделывать путина его правительства для того чтобы избежать этого но с моей точки зрения введение санкций сейчас это полный бред что собственно и наталкивает нас на мысль о том что был договорняк потому что три месяца тому назад значит полетел в россию бэрнс это целый ушник руководитель цру который до того был послом америки в россии доверенное лицо байдена и близкий человек самый близких путину посол который только бывал во время во времена путина у них они такие конфиденциальные отношения у них дело в том что бэрнс считает что это положительно для мира объединить русский мир белоруссию украину и россию под командованием москвы и много раз об этом говорил еще будучи послом значит вот после того как он туда полетел три месяца назад мы америка и байден в том числе начали говорить о том что там в середине начале февраля 175 тысяч российских солдат с четырех направлений войдут в украину и будет пытаться добраться до киева с направления этого самого белоруссии и что десантные корабли подойдут к одессе и высадится в керчи и там так много-много чего говорил а такого что действительно потом произошло значит если у нас были эти сведения из от разведки и мы настолько были уверены что они правдивы и не боялись открыть так сказать что мы знаем то почему зная это мы тогда не выписали все вот эти санкции и не сказали значит каждый твой шаг там подведение границ вводится вот эти санкции там подведение кораблей туда-то вводится вот эти санкции там с концентрация войск белоруссии вводится эти санкции кроме этого легко можно было забросить в в украину 20 тысяч солдат нато для учений не для того чтобы там оккупировать или что-то еще вот россия с китаем проводил учения точно такие же учения проводятся на территории украины там полгода например да вместе учатся быть каналы и вместе учатся стрелять очень хорошо 20 тысяч солдат стоящих на границах с украиной это хороший заслон для того чтобы ни один идиот туда не поперся а второй вариант это ночное время собрать тайна всех глав стран членов нато и срочно принять украину в нато ночью утром объявляется всем что украина чем нато и кто на нее нападает тот является врагом на то это не объявление войны правильно это просто объявление потому что еще одно государство стало членом организации которые призваны защищать друг друга от вторжения советского союза а сейчас уже таскать россии значит я думаю что я могу еще несколько вариантов набросать просто сейчас мы опять не об этом разговариваем но вот всего этого не делалось не делалось ничего кроме колебания воздуха изо рта бернса изо рта байдена изо рта целого ряда других деятелей американских при том что европейцы говорили откуда вы все это знаете сателлиты не показывают таких фотографий никакого перемещения войск нету откуда вы все это знаете и мы не отвечаем откуда мы это знаем они так сказать естественно никто никто не соотносится к этому всерьез и мы ничего не делаем для того чтобы предотвратить это что с моей точки зрения показывает что нам рассказывают значительно меньше того что действительно происходило сзади за кулисами того что происходило похоже на то давайте мы сделаем небольшой перерыв буквально несколько минут если будут вопросы я напомню телефон студии 847 400 5200 после перерыва после рекламы пожалуйста звоните возвращаемся в программу леона вайнштейна голос здравого смысла телефон студии по-прежнему 847 400 5200 ли он поправьте меня если я ошибаюсь но по-моему не совсем все так дружно и слаженно как заявляет наш президент я имею ввиду вся коалиция так сказать единодушно приняла участие в санкциях насколько я знаю может быть я ошибаюсь вот тут вы меня можете поправить европа не отказалась от запуск закупок углеводородов от россии потому что она не в состоянии просто этого сделать потому что германия на 40 процентов если я не ошибаюсь зависит от поставок газа российского и если она отказалась бы от этого она просто загнулась конечно поэтому вызывает такое недоумение а как собственно мы можем даже говорить о серьезных санкциях против россии который в любой момент может взять и перекрыть если эти санкции воспримется россии как что-то такое больше чем они мы скажем готовы стерпеть а то перекрыть газ в германии начнется революция и правительство вынуждено будет подписать на любых условиях соглашения с путиным о поставке газа это это идиотизм о котором вот я говорил это идиотизм который говорил значит дональд джей трамп это идиотизм о котором в свое время говорили израильтяне на таньяку по крайней мере а европейцев и на которые они с ухмылкой отмахивались но я подозреваю потому что очень много российских денег не учтенных было влито во всякие нужные места а то есть своей точки зрения элита так называемая европейская а именно называем своим словом номенклатура бюрократию который сменить невозможно номенклатура европейская номенклатура как всегда номенклатура делает продала свою страну свой народ свою там все что угодно а за жирный кусок там некого количества таскет с калориями и возможностью покупать виллы на адрес на на адриатике без беда жизнь следующие 150 250 лет и он давайте попробуем принять звонок может у нас вопросы есть добрый день пожалуйста в эфире а добрый день у меня есть вопрос господину ваннштейну скажите пожалуйста вот видишься к чему все это привело скажите вот вернувшись к точке еще не начала войны как вы считаете вот это все то что произошло и то что будет происходить дальше она стоила того чтобы пойти на переговоры с путином до начала среды или вы считаете что надо было стоять до последнего не уходите пожалуйста я не очень понял вопроса теперь пойти на переговоры с путиным прошу прощения а о чем я могу повторить я могу повторить не повторите объясните мне переговоры о чем просто объяснить вы с кем скажите о чем вести переговоры хорошо я скажу о чем вести переговоры до того как начались боевые действия путин потребовал от украины нейтральный статус по отношению к нато и признание или там перемирия с лнр днр насколько я знаю если ошибаюсь поправьте меня вот эти условия они стоят вот этой войны и обнищание остального мира или все-таки надо было начинать сражаться вот ваше мнение лично ваше спасибо пожалуйста 847 400 5200 телефон нашей студии если у вас по-прежнему есть вопросы пожалуйста звоните и задавайте я на самом деле пока не звонят еще я могу немножко объяснить сказанное меня спросили конкретный вопрос я ответил очень конкретно тебе могу объяснить есть огромное количество людей которые предпочитают жить на коленях чем умереть стоя а ну никто не знает как ты будешь жить на коленях это мы знаем а умрешь ты не умрешь стоит и не знаешь значит по этой логике а израиль не должен защищаться 300 миллионов арабов потому что они все равно в какой-то момент разрушат нападут у них хватит оружие прочее прочее а для того чтобы ни в коем случае не погибло гражданское население израиля или большинство или часть его надо немедленно пойти на переговоры и согласиться на условия которые предлагают даром по этой логике ни одно из народно освободительных движений ни одно из из сопротивлений скажем по этой логике зачем было сопротивляться биттер правильно смотрите сколько народу погибло в советском союзе а значит во время этой войны гитлер напал ну у меня свои всякие идеи по тому поводу почему он напал таскать и т.д. и и почему напал именно в июне они в июле скажем но вот сам факт гитлер напал начинаются страшные жертвы но почему бы не пойти на переговоры и не согласиться с тем чтобы гитлер оккупировал после всех хотел гитлер это отодрать у советского союза источники энергетики больше ему ничего не нужного а потому что он уже знал о планах сталина прекратить поставлять вы стали до 22 июля 1941 года поставлял огромное количество нефти тому всего стали вольфрама я не помню там элементов огромное количество без которых германия воевать не могла и германия начала пытаться аккумулировать это для того чтобы искать если начнется война чтобы не был некий запас вот надо было просто тут же поднять руки смотрите а то погибло там скрипту 15-20 миллионов человек по этой логике вообще нельзя вести ни одну войну если твой противник говорит а я сейчас начну стрелять по любви его вид этом у населения все 135 не знают стали на весь мир потому что сталин а предлагал разрушить всю европу и весь мир а потому что надо разрушить старый мир до основания в апреке а подобность от может быть когда-нибудь мы построим вам новый мир который будет напоминать гулак но вы будете жить поэтому вопрос который за начальник который звонил он подлый вопрос моей точки зрения прям он он ставит под сомнения всю историю человечества. Украинский язык государственный, а вроде русский как, ни при чем. Но это все мелочи, но это все подняло вот эту вот волну, где Путин захватил Крым и, так сказать, потом, значит, Донбасс. И дальше, значит, вот Зеленский, когда его просили, когда был Трамп, значит, подтвердите о том, что там Байден, так сказать, коррупционерный с его сыночком, Зеленский проявил, так сказать, равнодушие. Не кажется ли вам, что сейчас Америка тоже проявляет равнодушие, только уже с большим количеством жертв, разрушений и прочими делами? Или что получается, что Польша хотела отдать самолеты МИДИ? Украине, и почему-то она не может без Америки, я не знаю, как шли в НАТО или еще что-то. Америка не разрешила самолеты давать. И почему нельзя было поставить ПВО и прочие средства для защиты Украины? Ну, а как бы, я прошу прощения, вопрос ваш длинный очень был, а потом он свелся к конкретному очень вопросу. Давайте я попробую ответить на ваш конкретный вопрос, последний. Там было очень много всякого, на что теоретически можно отвечать. Почему? С моей точки зрения, между Америкой и Россией был договор о сдаче Украины в управление Россией. В свое время Трампу предлагал Путин обменять, мы убираем руки с Украины и не помогаем ей, а он убирает руки из Венесуэлы и не помогает Венесуэле. А Трамп на это не пошел, естественно. То есть, у российских все время была идея каким-то образом что-то дать Америке такое, чтобы обменять невмешательство в Украину. С моей точки зрения, что-то произошло, что нынешнее правительство решило, что им это важнее, чем, так сказать, Украина. И наше правительство, наш Белый дом был готов на то, чтобы там были небольшие какие-то заходы, выстрелы, операции. На это мы обращать не будем, а вот если будет развернуто и тому подобное. Значит, этот договорняк существует и по сегодняшний день, хотя уже сегодня понятно, что Путин проиграл по всем возможным каналам и сторонам, и для него сейчас надо не делать, так сказать, восстанавливать, скажем, ситуацию, постараться каким-то образом ее спасти. Но этот договорняк, который был, он, с моей точки зрения, является оружием Путина, что если, так сказать, слишком на нему будет Америка жать и слишком позволять, у него что-то есть такое, что он может вытащить на свет, и у нас надо будет сажать нашего президента, еще кучу людей в Белом доме, сажать просто в тюрьму сразу же. Поэтому, с моей, опять же, точки зрения, наше правительство делает все возможное для того, чтобы не раздражать Путина, а показать ему, что они делают это только потому, что на них страшное давление. Если, например, мы отказались от нефти российской исключительно по следующему поводу. В Конгрессе образовалось больше двух третей людей, которые сказали, что будут голосовать за то, чтобы провести такой законопроект. Две трети – это невозможно вводить на вето президентское, на 60% еще можно, на 51% тем более, а на две трети нельзя. И Байден понял, и весь мир понял, что Америка вводит закон о запрете закупки энергоносителей у России. Байден тут же помчался, отправил людей в Венесуэлу, стал уговаривать такого же подонка, как Путин по имени Мадуро. И вроде бы они уже договорились, что по 120 долларов барреля, то есть в четыре с лишним раза больше, чем то, что мы платили за нефть, когда был Трамп, мы будем покупать 786 тысяч баррелей в день, а нам нужно 2 миллиона. Где мы будем добирать остальное, я не знаю, но будем как-то. Значит, теперь последнее разъяснение – это Польша имеет право поставить самолеты, пожалуйста. Но если она делает этот шаг без согласия НАТО, тогда если Россия на Польшу нападает, то у НАТО нет по пункту 5 их договоренностей, так называемого параграфу 5 соглашения НАТО, нет обязательств защищать Польшу, потому что это не на нее напали, а она первая проявила какой-то шаг агрессии по отношению к кому-то другому. Вот поэтому Польша говорит, я готова, мне просто нужно получить окей от НАТО, что меня не уберут из 5 соглашения о взаимопомощи, у них-то пункт номер 5. Смешно, что у евреи был 5 пункт в паспорте, а тут 5 пункт, наоборот, положительный. Вот и все. Они просто говорят, дайте нам окей, мы тут же отправим самолеты. Если бы он действительно хотел помочь, он бы открыл источники нефти, и мы бы экспортировали нефть в Европу, и тогда не нужно было бы Европе покупать у России, но он же этого не делает. Он хочет договориться с кем? С Ираном, с Венесуэлой, а это все приятели России. И что же это будет? Это же то же самое. Это все равно нужно держать фигу в кармане. И потом еще второй у меня такой вопрос. Байден получил добро самому решать вопрос, на что делать санкции. Это правда? Я не понимаю вопроса, извиняюсь. Предыдущий я еще понимал, а что я не понимаю. Конгресс его разрешил самому распоряжаться этим вопросом. На что делать санкции? Вот такое я слышала. Спасибо. Чтобы было понятно, прерогативы президента Соединенных Штатов Америки значительно более обширные во внешней политике, чем во внутренней политике. Во внешней политике практически ею руководит президент, а как вы понимаете, санкции против России являются внешней политикой. Не нужно было президенту Байдену получать дополнительные разрешения от Конгресса или кого-то для того, чтобы решать, какие санкции применять, а какие нет и т.д. Другое дело, что Конгресс, если захочет, может собраться и двумя-третьими голосом что-то решить, но это очень редкий случай, когда такое происходит. Ну и в конец, ну как бы Конгресс принимает законы, администрация воплощает его в жизнь. Сегодня, завтра, послезавтра это так сказать. Говорится, вот четыре года у вас есть на то, чтобы воплотить эту жизнь. Они могут в первый день все сделать, а могут ждать три года и последний день сделать. Да, да. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте, а могу я задать вопрос, господин Иванович? Извините, ради того, что я второй раз звоню, но просто туша горит. Да, конечно, конечно. А, добрый день еще раз. Господин Вайнстейн, я извиняюсь, конечно, просто вы приводите исторические примеры, задаете вопрос, на который не могу ответить, поскольку я повесил трубку. Но сейчас я вам отвечу. Вы спрашиваете, как можно жить, стоя на коленях. Я вам скажу, как можно жить, стоя на коленях. Такие страны, вам знакомы? Чехословакия, Венгрия, Чечня. Ну, практически все страны, которые вели войны, когда-нибудь подписывали позорные мирные договоры. Остались живы. И на свете наверняка были очень гордые народы, которые не подписывали эти договоры, и теперь про них никто ничего не знает. А насчет Израиля, я вам скажу так, вы немножко не договариваете, потому что Израиль воюет не за договоры, не за перемене, он воюет за свою жизнь. И тут уже действительно нет никакого значения, какой враг вам противостоит. Сильнее он, слабее, в сто раз сильнее их тысячу. Все равно арабы объявили о том, что они хотят уничтожить евреев. И поэтому евреи сражаются остервенело за свою жизнь. Это совершенно неравнозначно Украине. Совершенно. Вот вы знаете, у меня просто волосы на голове стоят дыбом. Вы все обсуждаете какие-то санкции, обсуждаете какие-то самолеты. Там каждый день гибнут люди, тысячи людей. Все, что надо, это просто, чтобы господин Зеленский вылетел со своего поста. И все. И перестанут гибнуть украинцы и русские. А вы рассуждаете о том, как бы нам еще больше подбросить огонька в этот костер. Я просто вас не узнаю. Я всегда с таким уважением к вам относился. Я не знаю, что происходит. То ли я сошел с ума. Наверное, я подлый человек, если я хочу, чтобы украинцы остались живы. А вы благородный человек. Вы за их свободу и победу. Ну, удачи вам. Пока. Не знаю, Сережа, отвечать мне на эту глупость или нет. Просто не знаю. Добрый день, пожалуйста, Луфи. Да, добрый день, Леон. Скажите, а если бидон запретил доллары и вообще транзакции, а как наша страна будет рассчитываться за поставки урана? Или это выведено из-под санкций? Но сегодня прочитал, что поставки доллара и вообще транзакции доллара запрещены. Благодарю за ответ. Я не понял. Сережа, объяснишь вопрос? Потому что я не понял, в чем вопрос. Значит, что если запретят, ну, очевидно, имеется в виду взаиморасчеты между, скажем... А кто запретит? Америка? Да. Ну, наверное, санкции. Это в рамках санкций взаиморасчеты запрещены. Там от свифта отключили. А как Америка будет рассчитываться за уран, который очевидно? Я не знаю, какой уран. Может быть, вот тот самый, который Хиллари Клинтон продала России. И, так сказать, она теперь владеет нашим ураном, который у нас здесь. То есть, в этом смысле. Вообще, честно говоря, ну, это как бы частный вопрос. А вообще... Ну, частный вопрос, это, так сказать, канадцы этим владеют. Дальше я не знаю. Значит, по поводу... Сочными словами, за уран будут рассчитываться с канадской компанией. А дальше я просто не представляю себе. Окей. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Вопрос такой к Леону и к Сергею. Я, может быть, что-то упустил в последнее время. Но не слыхали ли они что-нибудь о том, чтобы Трамп впрямую высказался в осуждении агрессии России. Я, к сожалению... Не внимательно слыхал, это очевидно. Вы не читаете, похоже, либо, может, читаете, но не заметили ни американскую прессу, ни слушаете американские радио и телевещатели станции. Потому что не один раз Трамп говорил, если бы я был в Белом доме, то этого нападения не было бы. Это позор нам, что мы это допустили. Как мы смели прекратить добычу нашей, экспорт нашей нефти и газа. Потому что это и привело к этому самому, к этому кошмару и тому подобное. А то знаменитое интервью, которое Трамп давал, из которого выдрали три четверти слов и составили другие слова вместе. То я делал целую передачу, 25 минут, четко совершенно переводя, что он сказал, а потом показал, как это составили для того, чтобы придать этому прямо противоположный смысл того, что говорили. Например, если я говорю, Сталин гений, но его надо было придушить в детстве, это не означает, что я им восторгаюсь. Но если сказать, выдрать и сказать, Леон сказал, что, квот-ан-квот, Сталин гений. А ту его, Леона, да? Да, я сказал это. И Ленин гениальный сифилитик, но гениальный, ничего не поделаешь с этим. Это прям кошмарная беда была наша. Трамп сказал абсолютно то же самое. Абсолютно то же самое. Добавив при этом, этого кошмара не было бы, если бы нынешняя администрация не сделала раз, два, три, четыре, пять. Это и есть роль его, как политического деятеля. Показывать, что нынешняя оппозиция, так сказать, оппозиция его мнением, да, нынешнее правительство делает неправильно что-то, что приводит, они не думали, но это привело вот к таким результатам. Ну, а что вы еще хотите от него? Чтобы он что, выходил на улицу и кричал там, а ту Путина? Ну, не будет он этого делать? Он будет говорить, что это подлая, так сказать, война, что это разрушают, убивают людей. Что это борьба с гражданским населением. Никогда в жизни он не сказал, что это хорошо. А насчет того, что, так сказать, мы уже поговорили насчет того, как легко можно взять из речи человека, вытащить одно слово и потом показать, что это прямо противоположно смыслу того, что он говорил. Кстати, возвращаясь к вопросу о том, что вся проблема заключается в том, что Зеленский не пошел на переговоры и не согласился на условия, выдвигаемые российской стороной. Я не думаю, мало того, я уверен, что значительная часть украинцев не согласилась бы с этими условиями. И тогда бы, ну, очевидно, с этой целью такие условия выдвигались, тогда бы на территории Украины разразилась гражданская война. Потому что есть там ДНР, в которой правят уголовники, на самом деле, а есть украинцы, которые готовы жизнь свою отдать за свободу и независимость от России. Так что я не думаю, что украинцы, которые сегодня сражаются, и причем там ведь объединились и этнические украинцы, и этнические русские, они так сплотились в противостоянии российской агрессии, что они бы смели Зеленского и никогда бы с этим не согласились. Поэтому, знаете, вот эта вот мысль о том, что росчерком пера президент страны может, так сказать, решить всю проблему, я не знаю, что это происходит. Сережа, давай, чтобы еще две минуты у нас есть, вот попробуем с этой темой разобраться раз и навсегда, да? Значит, Израиль, сказал, так сказать, звонивший человек, не годится как пример. Окей, давай возьмем, скажем, Германию, 1939 год. Вот, взяли Австрию, ну, он взял Австрию, потому что они же близкие народу, он больше ничего не хочет. Польшу, ну, Польша-то она обидела его, да, ну, чаще Кословакии, да, ой, студенты у французов отобрали. Ну, все, он больше ничего не хочет, все, это же их исконное немецкое, зачем же сопротивляться? Это не надо, почему бы, потому что если будем сопротивляться, вообще начнется большая война. Господа, мы позволили небольшой армии, немецкая армия была небольшая, а французская была в три раза больше. Вырасти, научиться, получить источники энергетики и всего того, что им не хватало из СССР, вооружиться и стать потом зубастым огромным хищником. Вот нельзя было и есть позволять подонку, а Путин показал, что он подонок, много раз, даже когда он избирался, как мы знаем прекрасно, были взорваны несколько домов для того, чтобы, и сказано, что это чеченцы. Потом в Чечню полетели самолеты и ракеты, и 500 тысяч человек, около 500 тысяч человек погибло в Грозном, в Чечне, вообще из них 250 тысяч этнических русских, которые потом Путин пошел защищать в Украине. Вам не кажется, что это немножко бредово с убийцей, подонком, а с кровавым маньяком вступать в какие бы то ни было сглажения? — И, ну, остается буквально полторы минутки времени. Вот санкции, которые вводит сейчас президент Байден, они так или иначе, если внутренняя политика никак не изменится, и это точно совершенно, то они довольно больно ударят и по нам, по американцам. Несмотря на то, что пропаганда будет работать, он будет бегать каждый день на три пресс-конференции, рассказывать о том, что это все Путин виноват, вот у нас цены такие, потому что Путин виноват. — Вообще, я не представляю сейчас стоимость солярки, там, скажем, 4 с лишним доллара, как будут товары перемещаться и в какую стоимость в конечном итоге выльется это все, при том, что значительная часть населения живет на фиксированные доходы. — Если нынешняя администрация не придумает какой-то очень обманный, очень подлый способ, связанный с выборами, то их выметут поганой метлой отовсюду. — Очень хочется в это верить. — Если не выдумают. — Леон, огромное спасибо, будьте здоровы и до встречи в следующий раз. — Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова